Вопросы развития оленеводства должны стать приоритетными в рамках года оленеводства, который объявлен в Ненецком округе в 2018 году. Об этом заявил глава региона Александр Цибульский в ходе рабочей встречи со своим заместителем Ольгой Старостиной. Она представила губернатору основные направления развития традиционной отрасли хозяйствования и обозначила острые проблемы, решением которых необходимо заняться в приоритетном порядке. В рамках года оленеводства в Ненецком округе утвержден план мероприятия. Его основные направления – создание условий для развития северного оленеводства, комфортной жизни и соцгарантии оленеводам и чьим работницам, совершенствование нормативно-правовой базы. Среди первых шагов в реализации плана – подготовка кадров для отрасли. Одним из примеров хочу сказать, что у нас уже реализована из 1 сентября будет подготовка на базе аграрно-экономического техникума – это оленевод-механизатор. Давно об этом у нас говорится, о том, что действительно подготовленные кадры в оленеводстве. Поэтому вот эту специальность мы открываем с 1 сентября. Оленеводы у нас также поднимали вопросы в части получения прав на снегоходы. Вот здесь у нас тоже есть договоренность уже с училищем профессиональным о том, что у нас будут эти курсы проводиться вплоть до выезда в поселки. В проработке находится вопрос по подготовке зоотехников для хозяйств округа. Также для оленеводов и семей народовых общин планируется проведение обучающих семинаров как на местах, так и в окружной столице. Я очень рад, что у нас сейчас наши средние учебные заведения начали подготовку специалистов по таким востребованным специальностям, как оленевод-механизатор, надеюсь, что техник тоже в направление пойдет. Мы понимаем, что у нас здесь, с одной стороны, есть необходимость сохранения традиционного вида хозяйственной деятельности, с другой стороны, несмотря на обычаи и традиции, жизнь идет вперед, и, конечно, сегодня вот эта вся механизация, которая, малая механизация, которая доступна оленеводам, должна быть, конечно, помощником в их непростом труде. Поэтому в этом направлении я прошу продолжить работу и соответствующие поручения дамы. И это только начало, отметила вице-губернатор Ольга Старостина. Проблем в отрасли много, все они требуют детального анализа. В частности, речь идет о вопросах оплаты труда, трудовых отношений, укреплении материально-технической базы. Очень актуально у нас строительство убойных пунктов, поднимали вопросы в районе Харуты. Это у нас там есть и СПК «Рассвет Севера», и очень обращаются к нам за помощью оленеводы, частники общины МТО. То есть сегодня вот здесь помощь обязательно нужна, и строительство убойных пунктов, за счет каких средств или как-то мы, может, будем искать инвесторов, которые способны будут реализовать эти проекты. Это точно область, в которой может быть востребована у частного инвестора и качество. И самое главное, прибыль от такого рода деятельности, мне кажется, может быть значительно выше, чем на это тратить исключительно бюджетные деньги. Среди проблем обеспечения оленеводов жильем. Соответствующая программа была приостановлена в прошлом году. В этом году она вновь начала свою работу. В бюджете региона предусмотрено 24 миллиона рублей на строительство и приобретение 450 квадратных метров жилья в Канинском, Омском, Юшарском, Карском, Хаседохарском и Хариверском сельсоветах. 12 миллионов на строительство жилья в Бугрино. Стоит отметить, что для островного поселка актуальным остается и вопрос восстановления поголовья оленей. Хочу отметить, что в этом году нам удалось в марте месяце произвести просчет оленей, что давно не удавалось. Практически у нас на сегодняшний день, естественно, как бы не такими темпами, как быстро бы нам хотелось, но около 500 голов у нас уже на просчете. И примерно полтора-два года еще у нас потребуется для восстановления стада. Восстановление поголовья оленей – это лишь один из пунктов в плане по развитию поселка Бугрино. План мероприятий составлен и по развитию поселка Нельмин-Нос. Он имеет национальные традиции и может стать центром притяжения туристов.